Учебный год заканчивается. Большинство итоговых контрольных работ написано, но единый государственный экзамен, подготовка к которому в самом разгаре, не за горами. Тем не менее, ученики старших классов, в том числе и 11-х, нашли время принять участие в спартакиаде до призывной молодежи, которая проходит в рамках 45-й спартакиады школьников района. Наш корреспондент Татьяна Акимова расскажет вам, какие отряды стали передовыми в этом военно-патриотическом состязании. Строевая подготовка – один из этапов спартакиады до призывной молодежи. Уметь четко и быстро выполнять команды, маршировать в ногу не так просто, как кажется на первый взгляд. Ребята из седьмой школы подошли к подготовке очень ответственно. Несмотря на то, что было много экзаменов, подготовки, мы нашли время приготовиться ко всему. И, на мой взгляд, выступили не худшим образом. И нам помогла новая форма, которую нам выдали. Обязательный этап военно-прикладных дисциплин – стрельба по мишени из пневматической винтовки. Посмотрев на участников спартакиады, я тоже решила проверить свою меткость. Тем более, что в этом году винтовки были новые, легкие и удобные. Конечно, лучшие результаты показали те юноши, которые имеют опыт общения с оружием и умеют прислушиваться к советам. Во время всего начала обучения, обязательно нужно уметь общаться с командой. Потому что команда даст много разных советов, вопросов, ответы разные. То есть, если пытаться самому чему-то научиться, не получится никогда. Еще одно испытание – разборка-сборка автомата Калашникова на время. В качестве судей здесь выступали курсанты военно-патриотического клуба «Застава». Некоторым участникам состязаний пришлось давать мастер-класс, так как они впервые видели автомат. Другие же с успехом выполнили задания. В большинстве первые разы только начинают собирать. Конечно, подсказываем все дела, но это, конечно, необходимо современной молодежи. И в армии это тоже приведется. Этапы общей физической подготовки включали кроссы, подтягивания на перекладине. В последнем состязании один из лучших результатов показал Алексей Кадинский, который пару лет увлекается воркаутом. Я люблю дворовые виды спорта, знаете, как-то интереснее. Не то, что вот пришел в спортзал, там надо идти два часа отзаниматься, а тут какая-то свобода есть. Сколько хочешь, столько и занимаешься. В комплексном зачете спартакиады депризывной молодежи лидирующие позиции уверенно захватили передовые отряды из Калиновки и Видновской школы номер 7. Кстати, у учащихся седьмой школы больше всего наград и в личном зачете среди участников. Я доволен, конечно, этим. Только жалко, что я ухожу в этом году. То есть уже выпускник 11 класса. Я передам свой опыт младшим классам, которые пусть отстаивают нашу школу дальше. Пусть она всегда будет первым. Ура! Следующее соревнование депризывной молодежи по традиции состоится в начале осени. Участники настроены очень решительно, поэтому расслабляться победителям нельзя. Татьяна Акимова, Константин Врлов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...